Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и стартовала следующая волна аукциона предпоследняя. Следующая будет крайней зимнего аукциона, ну и соответственно больше машин мы не увидим. Два свободных места осталось. Кто их займет, Бог его знает. Пока следующая волна аукциона, которая стартовала, принесли нам могильщика WZ-121GFT, которая прям совсем удивляет моим присутствием в данном зимнем аукционе. И машина, которая недавно сравнительно появилась в нашей игре, стала дополнением в коллекции Defender. Это Corner One Defender. Странный тяжелый танк, который мне очень нравится. Многие его порицают и говорят, что машина абсолютно неинтересная и абсолютно не стоящая внимания. Я лично с этим абсолютно не согласен. Давайте будем обсуждать по ценникам и в отношении того, насколько стоят те машины, той суммы, за которую их выставляют. Что касается могильщика. 7000, дальше понижение до 6500. Я лично считаю, что данный ценник, ну прям совсем завышенный. Сейчас попытаюсь объяснить почему. Дело в том, что, как видите, недавно, сравнительно недавно, машина выходила в комплекте с Чифтейном Т95. И если покупать его отдельно, то с открытым всем оборудованием могильщика вам предлагали за 5000 голды. Ну, короче говоря, вы понимаете, что 7000 это очень завышенная цена на него и даже 6500. И даже потом, когда спустится до 6, я бы сказал, что машина этих денег может быть и стоит. Но с учетом того, за сколько ее продавали, абсолютно неинтересно. Согласитесь, покупать за 6000 то, что продавали за 5 с открытым всем оборудованием, ну, как бы, навряд ли заинтересует. Поэтому могильщика пока мы откладываем в долгий ящик. Если существенно подешевеет и вы любитель седьмых уровней, чисто ради фана, то, возможно, могильщика вы и возьмете. Ну, честно говоря, для меня раньше могильщик был одним из самых любимых танков на седьмом уровне. Единственное, что он подвидулся на уровень немножко ниже по уровню моего любви к нему, после того, как появилась лесная ведьма. Там, где 4 снаряда с системой дозарядки, ну, гораздо интереснее. Но, все-таки, второе место на седьмом уровне. Могильщик среди тяжей у меня продолжает занимать свое упрямое и честное место. Что касается Конорнмор Дефендер. Покатаем его сегодня, посмотрим, на что способен. 12.5 однозначно не стоит, его не продавали ни разу. Он первый раз за голду. Точно так же, как и ВЗ-121 ГФТ. Что касается Дефендера, то здесь, ребят, вопрос очень щепетильный. Это вроде бы и новая машина, и вроде бы очень крутая, а с другой стороны, многие на нее плюют. Но, в то же время, 12.5 не стоит точно. И, откровенная, честная цена для Дефендера, это где-то тысяч 8.5, и то на очень большого любителя именно серии Дефендеров. Ну, а в частности, для тех танкистов, у которых Дефендеры уже все собраны, и прям только Конорнвона ему и не хватает для того, чтобы закрыть полную коллекцию. Что касается ВЗ-121 ГФТ, то здесь вопрос, ну, прям совсем в взвешенном состоянии, потому что ПТХ первый раз просто чисто продается за голду. Раньше его можно было купить только за реальные деньги, и последний раз, когда я помню, был ВЗ-121 ГФТ на продаже, если можно так это назвать, то необходимо было задонатить на целых 310 или 320 баксов. Короче, сумма, ну, вообще неподъемная, и поэтому ВЗ-121 ГФТ продолжал оставаться прям совсем недосягаемой какой-то мечтой. В то же время ВЗ-121 ГФТ очень сильно может вас удивить тем, что он не настолько крут, как его рисуют. Что касается в целом танчиков, которые на продаже. Если говорить о могильщике, то особо останавливаться не буду, это довольно-таки интересно забронированный тяжелый танк против восьмерок. Играется, ну, прям совсем очень скучно и неинтересно. В то же время, против себе подобных и против шестерок, он играется очень приятно и комфортно. Шесть снарядов в магазине, крутая скоростерельность, быстро перезаряжающийся барабан. Особо долго останавливаться на нем не буду. Я просто оставлю вам ссылочку в описании, чтобы вы зашли и посмотрели, чего эта машина стоит. У меня очень много видео по могильщику, как по одной из моих наилюбимейших машин в этой игре, которые, скажем так, подкупают меня исключительно своей, не то чтобы играбельностью, а своей уникальностью. Именно из-за этого я очень сильно могильщика люблю, потому что он не похож вообще ни на кого в этой игре. Что касается Корнервона Дефендера. Классно забронированная башня, просто обалденно забронированная. Здесь нет слабых мест. Комбашня очень маленькая. И вот эта вот правая щека, для вас она левая, если смотрите на него как на соперника, имеет крутой скос брони и приведенка 300 мм. Это действительно очень круто. Что касается корпуса, слабо играбельно, вполне спокойно пробивается. Нижний бронелист из двух частей, который досягаем абсолютно для любого соперника, расположен под таким углом и имеет такие размеры, что промазать его просто невозможно. Что касается бортовой кормы, то я бы не сказал, что есть чем похвастаться. Тоже есть чем поторговать и в то же время, я бы сказал, что неплохо забронирован борт башни. Но это чисто, если прям совсем уж придирчиво рассматривать в виде количества миллиметров брони. Также в целом машина довольно играбельная, в прямой проекции, играя исключительно от башни. Но вот этот угол склонения орудия не всегда прям настолько круто отыгрывается, как хотелось бы. Что касается WZM-121GFT. Тачка, которая вас абсолютно не удивит. Дело в том, что у нее нет ничего такого, чем прям совсем можно хвастаться. Да, есть прикольная приведенная броня в верхней части корпуса. Здесь нет верхнего бронелиста. Здесь просто один спрошной бронелист на всю переднюю часть по верху. И здесь, да, в прямой проекции есть целых 238 миллиметров. Порой там 240. Но, ребят, согласитесь, это далеко не броня для восьмого уровня. Что касается нижнего бронелиста, это страдальческое место, у которого всего лишь 80 миллиметров в прямой проекции. Да, нет абсолютно никаких комбашен. Стоит отметить очень крутую классную подвижность, поворотливость. Довольно-таки крутое орудие. Но, чтобы сказать, что эта машина прям действительно стоит каких-то бешеных денег, я, простите, не могу. Но уж тем более я не могу сказать, если оценивать WZ-121GFT не через призму ее уникальности, потому что она первый раз продается за реальную голду, а просто оценивать ее как ПТ-ху восьмого уровня, она не стоит 12,5 тысяч. И даже 11,5 она тоже не тянет. Ну, разве что в коллекцию, для того, чтобы перед друзьями похвастаться, что у вас данная ПТ-шка есть. Что касается могильщика, в этом видео мы не будем его выкатывать из ангара. Уж больно много видео я про него заснял, ссылки положил в описании. Заходите, посмотрите. Да и я думаю, что, в принципе, ни для кого не будет удивительный могильщик, который сейчас продается. Ну, а вот что касается Defender и что касается WZ-120, вот здесь действительно уникально и удивительно, что разработчики решили на предпоследней волне все-таки их выставить. Что касается Defender, которого будем выкатывать первыми из ангара. Давайте посмотрим на орудия, сразу ренимся в бой, все остальное в бою заценим. Время сведения 4 секунды. Не самое приятное, но, в принципе, можно привыкнуть. Разброс 0-330. Просто обалденный, как для барабанного орудия, с тремя снарядами, которые вылетают оттуда неспешно. Всего лишь 3 секунды, ребят, между выстрелами. Ну, только всего лишь, это в кавычках говоря, потому что хотелось бы, чтобы было 2 секунды. Ну, максимум 2,5. Ну, уж точно не 3 секунды, но все равно, окей, терпимо. Что действительно очень тяжело вытерпеть, так это время перезарядки в целом магазина. Это 20 секунд. И к этому действительно надо очень долго привыкать. Для меня это было где-то в районе 10 боев, пока я не понял плюс-минус, где-то на интуитивном уровне, когда я уже в конце концов перезаряжусь и что за это время я успею сделать. Что касается урона в минуту, то меньше 2000 на 8 уровне это вообще ни о чем, даже для барабанного танка. И пускай вы наносите по 280 единиц среднего урона, с вполне себе нормальным пробитием в 229 единиц, с учетом установленных калиброванных снарядов в оборудовании, все равно это не предел мечтаний. А вот что действительно классно, так это угол склонения орудия вниз, минус 10. Хотя порой, на удивление, даже этого угла склонения почему-то дефендеру постоянно не хватает. Не знаю, может я от него хочу чего-то большего, но в целом тачка довольно интересная. И лично для меня, конкретно Corner One, дефендер занимает одно из передовых мест в сеточке дефендеров, которые есть в нашей игре. Я бы сказал так, на первом месте среди дефендеров у меня однозначно стоит либо Corner One, либо МК-1. Ну а здесь уже определяйтесь самостоятельно, что вам больше нравится. Мне, честно говоря, больше, наверное, все-таки заходит дефендер, он какой-то более живучий что ли, не знаю. Ну что, берем машину, поехали попытаемся покататься, а потом выкатим WZ-121GFT. Ну что, друзья, давайте будем заценивать. В отношении подвижности дефендер, я бы сказал, далеко не блистающая тачка, но в целом плюс-минус нормально. Стоит также отметить, что по броне в отношении башни все нормально, все хорошо, все приемлемо. В отношении корпуса все не настолько круто, как хотелось бы. И именно этого мне немножечко все-таки в дефендере не хватает. Хоть он и нравится мне, и очень сильно, я бы с удовольствием себе его купил за какую-нибудь приемлемую цену. При этом всем мне бы хотелось, чтобы хотя бы в верхнем бронелисте здесь было немножечко больше брони. Но чисто и с принципом, чисто для того, чтобы понимать, что у меня корпус не от СТ-шки, а именно от тяжа. Что касается орудия. Орудие, в принципе, неплохое. Время перезарядки по... Блин, спасибо большое. Время перезарядки по снарядам между собой оставляет желать лучшего. Это факт. Действительно, 3 секунды перезарядки внутри магазина это существенное время по КД. Что касается общего времени перезарядки магазина, тоже все не настолько круто, как хотелось бы. Целых 20 секунд, что тоже далеко не предел мечтаний. В то же время орудие довольно точное, вполне себе быстро сводящееся. И я могу вполне спокойно выцеливать те места, которые меня интересуют, закидывать в них. Но, как вы видите, получать в ответку довольно-таки существенный урон, что не сильно добавляет азарта в игре. Дефендер интересен. Дефендер приколен. Но та сумма, за которую его выставляют, абсолютно не соответствует его, как говорится, ходовым качествам. Если вы хотите себе, скажем так, более живучий дефендер, то все-таки подождите ИСа третьего защитника. Там немножко поинтереснее. Потому что там есть и воронин немножечко побольше, и урон немножко поинтереснее. Да, там 7 с копейками секунд перезарядки между собой снарядов в магазине. Играешь, в принципе, как на цикле. Но при этом всем более интересный какой-то геймплей в отношении количества наносимого урона. У меня такое впечатление, что я на Дефендере, когда играю, то я играю на Экшен Иксе, который стал перезаряжаться немножечко дольше. Ну и при этом немножечко потерял в броне. Ну вот как-то вот так вот я могу его описать. В целом, я не могу сказать, что машина прям совсем неинтересная. Когда он появился, он был очень интересен, мне очень нравился. Да я и сейчас его, в принципе, хочу. И по какой-нибудь адекватной нормальной цене я его с удовольствием себе возьму. Если он, безусловно, достоит на аукционе до этого какого-то плюс-минус понимаемого мною ценника. Пока ценник для меня абсолютно непонятен. Да, я понимаю, что разработчики выставили его на продажу за плюс-минус какую-то немножечко завышенную цену. Потому что это новые танки, он первый раз на продаже. Но, по-моему, Defender все-таки не стоит этой суммы голды, чтобы за него прям платить. И я сомневаюсь в том, что вы прям в каждом бою будете радоваться тому, что отдали. Сколько там, если я правильно помню, то 12,5 тысяч стартовой цены. По-моему, дороговато. Объективный ценник для этой машины, ну, где-то 8,5 тысяч, как я говорил. Это так, знаете, чисто потому, что это Defender и чисто потому, что вы хотите, ну, если вы хотите его, простите, поставить в коллекцию. Но, если вы выбираете себе премиумную машину на каждый день, на которой будете фармить, то это явно не Defender. 2 тысячи единиц нанесенного урона, тройка другая, как говорится, сделанных фрагов. Что касается фарма, то 59 тысяч, но не спешите радоваться это с учетом активированного прем-аккаунта. Если прем-аккаунт отсюда отминусовать, то будет 35,5. Согласитесь, не самый крутой фармер, которого можно себе представить. Что касается моей результативности, второе место в команде по урону. Я, играя на Defender, в основном получаю забои по настрелу где-то в районе 2-400. Плюс-минус этот бой был не сильно удачным, но так или иначе, бой сложился так, как он сложился. Я не собираюсь ничего вырезать, потому что, как и ранее, планирую показывать вам машины исключительно такими, какие они есть на самом деле. Именно поэтому ничего не выбрасываю и ничего ни от кого не скрываю. Поэтому, друзья мои, сами определяйтесь в отношении того, надо ли вам Defender и за какую сумму вы готовы его себе приобрести. Ну а потихоньку переходим к WZ-121GFTM, которая своим появлением прям действительно очень сильно круто меня удивила. Но мне кажется, что, ребят, с WZ-1 разработчики немножечко передержали конфеты на огне. Если вы когда-то в детстве делали себе конфеты из сахарного сиропа с водой, так вот вы помните, что самое главное в этих конфетах их не передержать на огне. Вот если вы их передержали, они начинают темнеть, немножечко горчить, но и, соответственно, вкус совсем другой. Так вот, с WZ-121GFTM, мне кажется, что разработчики как раз и допустили эту ошибку. Они передержали WZ-1 в разряде машин тяжелодоступных. А за это время игроки уже поняли, что эта машина не настолько имбовая и не настолько крутая, как ее рисуют. Да, хорошее время сведения и вполне себе приемлемый разброс. Довольно крутой ДПМ в 2870 и 8,4 секунды время перезарядки орудия. При этом всем 248 единиц пробития, которое больше, чем достаточно, чтобы играть как против восьмерок, так и против девяток. Если прям совсем не хватает, то есть кумулятивные на 310 и средний урон 400 единиц. Но только этим уже слабо кого-то можно удивить на восьмом уровне по состоянию на сегодняшний день. Когда WZ-1 появилась, ее не продавали и вот эти вот все технические характеристики мы в основном видели с вами исключительно в таблицах и не могли самостоятельно заценить, что это в бою. Тогда да, тогда WZ-1 оказалась нам какой-то мечтой, которую ты никогда не достигнешь и она никогда не реализуется. Гугл склоняя орудия вниз минус 6, ну прям совсем туго позволяет играть на неровностях где-нибудь на каких-то холмистых картах. Что касается подвижности и маневренности, да, в этом отношении в машине действительно не откажешь. Ну что, берем тачку и поехали заценивать, посмотрим на что она способна в реальном бою. Ну что, друзья, давайте будем заценивать. Что касается WZ-ки, вы знаете, у меня двоякое отношение к этой машине и к факту того, что ее выставили на продажу. И сейчас попытаюсь объяснить только, пожалуйста, поймите меня правильно. Смотрите, когда выставили того же самого крушителя в рулетке, я абсолютно не задумываясь, вполне спокойно заплатил за него 15,5 тысяч золота. Это была семерка, которая чисто для фана. Многим неинтересно и многим непонятно, но я готов был заплатить, потому что крушак на своем седьмом уровне действительно может. Он действительно нагибает, он действительно разрывает и он действительно делает неприятно соперникам. WZ-хам, которые никогда не продавали, от которой никогда никто не ждал ничего, кроме ценника с реальной суммой денег, точнее не так, с суммой реальных денег, которые за нее запросят, появилась на продаже. И скажу вам откровенно, у меня как-то, знаете, нет такого всплеска эмоций, как тогда, когда я увидел крушака на продаже. Вот точно так же, когда я увижу уничтожителя, который пускай для меня не является имбовой тачкой, но при этом всем я его с удовольствием поставлю себе в ангар, потому что это уникальная семерка. Уникальная семерка с уникальными техническими характеристиками по орудию, которая действительно позволяет вам делать что-то, ну, прям умопопрочительное в боях. Что такое WZ? WZ- это, да, довольно-таки интересная, вполне себе бодрая по подвижности, по маневренности, по точности ПТ-шка. При этом всем это далеко не нагибающий, прям разрывающий всех танчик или ПТ-шка, да называйте его, в принципе, как хотите. Вся его уникальность основана на том, что ранее его никогда не продавали за реальные деньги. Все, на этом, в принципе, уникальность, точнее не так, не продавали ни за что, кроме, простите, реальных денег. И на этом, в принципе, его уникальность заканчивается. В нем нет ничего такого, в нем нет имбовой брони, в нем нет суперкрутого какого-то орудия, в нем ничего нет такого, за что можно заплатить 12,5 тысяч золота. И, как я уже говорил в отношении WZ-х, по-моему, разработчики немножко передержали конфеты на огне, и они стали уже не настолько интересны, не настолько вкусны, как, в принципе, они того сами ожидали. Но все-таки все является своевременным к тому моменту, когда действительно этого ждешь. Знаете, говорят, ложка хороша к обеду. Вот сейчас ложка, скажем так, появилась у вас в руках тогда, когда она уже, в принципе, никому-то не нужна. Все уже и без ложки нормально наелись. И, в принципе, на восьмом уровне уже огромное количество интересных, действительно, восьмерок, в том числе и ПТ-шек, которые, ну, чем-то действительно уникальны. Я вот, допустим, с удовольствием взял бы себе лучше на новогоднем аукционе за те же самые 12,5 тысяч лучше TS-60, которая мне лично, пускай даже с задним расположением рубки, нравится гораздо больше, играется гораздо как-то интереснее, уникальнее, что ли. Ну, а WZ-ха на данный момент меня уже абсолютно не удивляет. Раньше все за ней гонялись, ну, а теперь, как вы видите, исходя из того, что сейчас происходит на аукционе, за 12,5 никто брать не хочет, хотя хотелось бы напомнить, что тачку продавали за, сколько там, 300, да, 320 баксов необходимо было задонатить для того, чтобы эту машину себе получить. Ну, вот такой вот получается у нас парадокс. Держали-держали, никому в руки не давали, делали ее искусственно уникальной. Многие ее хотели, а потом как-то интерес пропал абсолютно. Ну, и, в принципе, сами разработчики запустили на уровень достаточное количество новых танков, в том числе и ПТ-шек, которые не то чтобы запихивают WZ-ху за пояс, но, я бы сказал, во многом хоронят интерес к этой машине. Повторюсь еще раз, WZ-я абсолютно не какой-то там дниный танчик, не дниная ПТ-ха. Она действительно может, она действительно на что-то способна, просто она не уникальна настолько, насколько хотелось бы. Именно поэтому за 12,5 тысяч покупать ее на аукционе, это действительно глупое занятие. Подождите момент о снижении цены и сами поймете, что, в принципе, те деньги, за которые вы ее потом купили, это, наверное, максимум того, чего она действительно стоит. В этом бою я занял второе место в команде по урону, это было поражение, и не могу сказать, что я этому удивлен. WZ-ха очень странная машина, играется очень сложно. Сейчас попробуем, конечно, еще раз, но я очень сильно сомневаюсь в том, что моими средними руками WZ-ха сыграется как-то по-другому. Ну что, друзья, давайте поехали второй бой на уникальной и ранее никому недоступной WZ-хе, которую сейчас бери не хочу, а брать не хотят. Что хочется отметить, давайте все-таки попытаемся отбросить все вот эти предисловия, огромное количество текста, которое было ранее проговорено, просто поставим все за и против, поставим все плюсы и минусы по данной ПТ-шке. Однозначный плюс, хорошее точное орудие, вопросов нет, довольно-таки бодро сводящиеся, тут цепляться не будут. Классная динамика, подвижность и, я бы сказал, своевременность. Что такое своевременность? Это возможность появляться в тех местах, где ты нужен, тогда, когда ты действительно там необходим. Это своевременность, машины есть и здесь я опять-таки к ней цепляться не буду. Чего мне истинно не хватает? Мне не хватает какого-нибудь более высокого ДПМа. Ну, в конце концов, если машину столько времени рисовали, как прям кладец золотой, то почему она не играется настолько круто, насколько ее рисовали? Почему она не дает возможности вам абсолютно спокойно настреливать за бой больше, чем на какой-либо другой ПТ-хе? Это первое. Второе, что хочется отметить, так это, ну, я бы сказал, не самое, не самое лучшее орудие в отношении угла склонения вниз. Здесь действительно очень скучно, очень нудно и очень часто, я бы сказал, не хватает прям позарез, потому что вот эти минус 6, это вообще ни о чем. Загасили соперника, уже хорошо, иглы там разбирают и при этом всем я как-то нахожусь постоянно вне всей этой движухи. Знаете, как вот на дискотеке, все на дискотеке танцуют, а ты как дурак находишься за дверями всей этой движухи и, соответственно, не получаешь никакого удовлетворения от того, что происходит. Вот так и на ВЗХе. Очень часто, если вдруг ты находишься где-то не там, где надо, ты, соответственно, смотришь на все это исключительно со стороны и думаешь такой, блин, был бы я сейчас в гуще событий, все было бы совсем по-другому. Что касается времени сведения, что касается точности по орудию, да, я сейчас промахнулся и кто-то скажет, что после этого говорить о том, что орудие точное, это ну прям совсем глупости какие-то городить. Но нет, ребят, все-таки орудие действительно точное и позволяет отыгрывать на дальних расстояниях абсолютно спокойно и как ПТ-ха, это прям действительно умничка и молодец в отношении отыгрывания против противников. Можно выцеливать серые зоны даже на дальних расстояниях, вполне спокойно рассчитывая на то, что при полном сведении вы будете откидывать свой снаряд именно туда, куда необходим. Суммируя все вышесказанное, как в отношении Дефендера, так и в отношении нашей ВЗ-121 ГФТ, могу сказать следующее. И тот, и другой действительно интересны. И тот, и другой действительно подарят вам какие-то новые эмоции, новые впечатления. И тот, и другой действительно способны, и в этом я тоже не могу ничего говорить в противовес. Они действительно могут. Но просто вопрос заключается в том, за какую сумму их брать. Стоят ли они тех денег, за которые выставляют? Стоит ли этих денег Дефендер, который является тяжелым танком восьмого уровня? Причем, прямо говоря, не самым крутым танком, а просто восьмого уровня танком. Согласитесь, мало какая восьмерка стоит восемь с половиной тысяч. И платить восемь, господи, двенадцать с половиной, если бы восемь. Двенадцать с половиной тысяч платить за Дефендера, просто потому что это новая машина, ну это немножечко перебор. Что касается ВЗ-121 ГФТ, то платить за нее двенадцать с половиной только потому, что она первый раз появилась на продаже за голду, а до этого ее продавали за бешеные какие-то ценники в реальных деньгах, которые ничем не были обоснованы, для меня тоже абсолютно необъяснимо. Чего они действительно стоят? Так это они стоят своих восемь, восемь с половиной, как и любые другие восьмерки. Поэтому не торопитесь их покупать, если вы не хотите потом расстроиться. Ну а если вы за честность автора на его канале, то подписывайтесь на канал прямо сейчас, потому что на этом канале вам никто никогда не посоветует купить что-либо, что может потенциально вас расстроить. Что же касается могильщика, то после того, как его продавали за пять тысяч золотом, ну а объективно его цена как для семерки танцует в районе шести, то я думаю вы сами понимаете в отношении того, насколько целесообразно могильщика сейчас приобретать на аукционе за тот ценник, за который его выставили. Я побежал снимать следующее видео специально для вас, а вам искренне желаю мира и обязательно спокойствия. Не ведитесь на распиаренное, покупайте то, что вам надо. Мира вам, друзья, и обязательно спокойствия. Пока-пока.